Музыканта. Андрей Штарк продолжил школьное увлечение музыкой и стал руководителем Большого Оркестра. За активной гастрольной деятельностью он не забыл о родине и вместе с оркестром приехал в 2006 году на вечер памяти учителя Гурчева. Мы показываем, мы, скажем так, играем в разные жанры, в разных жанрах оркестр работает, потому что оркестр уже современный, современный. И, естественно, мы будем сегодня в основном играть такие, скажем, зажигательные. Мы специально привезли так, чтобы немножко развеселить, поднять народ, как бы, и показать возможности вообще духовых оркестров, что такое современный оркестр. Насколько мы уже знаем здесь об истории вашего оркестра и о гастрольной деятельности, вы побывали во многих местах. Отношение к духовой музыке какое? Где? Какое? Как люди относятся? Любят? Скажем так, в любом случае, что отношение начинает меняться, потому что сейчас очень много появилось коллектив, как бы, стронулось с точки, это вот мертвое дело было загибшим. Потому что у людей ассоциация была с духовым оркестром, то есть это или, скажем так, торжественная процессия, или, скажем так, траурная процессия. То есть одно из двух. И, ну, естественно, какую-то такую популистскую музыку играли. Ну, и, конечно, рамки духовых оркестров намного расширились. Это теперь современное звучание и краски современного оркестра. То есть мы можем играть практически любую классическую до эстрадного джаза. Прямо с дороги, потратив на подготовку не более 10-15 минут, абаканские музыканты отправились на сцену. Такого количества музыкантов сцены Березовского сельского дома культуры еще не видела. Пришлось приносить дополнительные скамейки на сцену и даже музейный экспонат «Пюпитр учителя» взят был Андреем Штарком на сцену. «Пюпитр учителя» «Пюпитр учителя» «Пюпитр учителя» «Пюпитр учителя» АПЛОДИСМЕНТЫ